Анастасия и Даниил поженились 29 сентября прошлого года, а уже на следующий день новоиспеченный супруг уехал в зону СВО защищать родину. Мужа на передовую девушка отпускала с тяжелым сердцем. Волнение было, потому что не знаешь до конца, что там происходит на самом деле. Естественно, за своего близкого человека ты очень сильно переживаешь, волнуешься, не хочешь его туда отправлять. Но родину надо защищать. А не так давно томительное ожидание сменило настоящая радость. Мне позвонил мой муж, устроил мне мой, так сказать, маленький сюрприз. Позвонил, сказал, что его отпустили в официальный отпуск на две недели. Приехал, я очень счастлива, муж счастлив, отдыхаем, веселимся. За отдыхом и совместными прогулками пара не забывает о важных делах. Перед отправкой военнослужащего из отпуска они приехали в офис местного отделения «Единой России», где окружные депутаты, общественники и активисты молодой гвардии передали в зону СВО гуманитарную помощь, которую собирали со всего округа. И жители городского округа, и лесного городка, и Старого, Новоивановское, Одинцово, даже не важно, где они проживают, они все объединились для того, чтобы собрать нужные, теплые, хорошие вещи для наших ребят, чтобы они понимали, они не одни, они вместе с нами. Комплекты весенней формы, термобелье, носки, балаклавы, сшитые участницами движения «Серебряные волонтеры» и окопные свечи. Вместе с вещами передали теплые подарки – письма и открытки, сделанные учениками школ Одинцовского округа. А если нам нужны теплые послания, у нас есть ученики третьего класса, третьего А-класса, лицея номер 6, лицея имени Пушкина. И вот они сделали такие вот маленькие сердечки, которые мы передаем, в котором написано «Храни вас Господь». Уже завтра груз отправится на передовую, хоть немного, но облегчит жизнь героям и напомнит о том, как их любят и ждут дома. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.